всем привет у нас сегодня в гостях лодка соплица шлахетно шляхетно водка она к нам в гости пришла по тому случаю что мы подали документы в полициальную школу что такое полициальная школа это бесплатное образование для взрослых что она дает во первых она дает образование после получения которого не требуется разрешение для работы в польше и в странах европы она дает образование которое востребовано на данный момент на все на все территории евросоюза это один плюс второй плюс при этой школе есть бесплатная языковая школа польского языка так как преподавание происходит на польском языке соответственно там есть бесплатные языковые курсы мало того что вы будете получать специальность какую-то вы подкачаете польский язык бесплатно вот ну и вам надо понимать то что идя туда вам нужно хотя бы уровень а1 чтобы ну как-то воткнуться в речь понять о чем обучение понять предмет естественно будет трудно на первое время а потом как все говорят все хорошо вот что еще дает эта школа эта школа дает официальную легализацию то есть она не она дает официальную легализацию она дает пакет документов для подачи на время обучения на карту часового и соответственно один момент часовой побыт вам дадут по документам специальной школы если вы обучаетесь на вечерних специальностях там есть вечерние и там есть заочные изначально я хотел на помощник кинопроизводителя ольга хотела на бухгалтера в итоге бухгалтеров отменили как обучение в полициальной школе их принесли в другую категорию за деньги и на общем там все сложно об этом тоже потом расскажем вот кинопроизводителя помощника закинули с вечерних заочные можно получить карту побыта по этой специальности но как нам сказали в школе что это очень и очень большая и сомнительная лотерея до 50 на 50 может быть 60 на 40 может 70 на 30 то что вам не дадут эту карту до по заочным обучением поэтому нам пришлось сегодня подать документы на техника как он не техник очень по настройке и обслуживанию оборудования и информатики медичный вот поэтому скоро мы можем будем сможем настраивать всякие наверно пульсометры там гигрометры виктор викторского скотт соответственно так как это все дело происходило и нужно ли нам там был польский язык не знаю в крутом объеме в эту сумму по увидите на видео так что еще забыл что он принимает в эту школу закончивших 10 классов и молодежь и моложе 18 лет если у вас 8 или 9 классов образования то нужно обязательно еще дополнительный диплом техникума училища в общем с тем пристрелом что у вас есть полное среднее образование из документов требуется диплом об окончании среднего образования загран паспорт с визой с действующей соответственно ну и мы там на бумажке написали телефон я записал номер свою писали как зовут отца как зовут мать адрес проживания записал не договоров аренды ничего там не спрашивают документы оригиналы не не все паспорта то естественно не забрали документ об образовании мы оставили там оригиналы после чего нам выдали подтверждение то что у нас приняли документы и дали две памятки где находится секретариат как зарегистрироваться на сайте получить там свой личный кабинет ну и оповещение о том что занятия начинаются с 1 февраля вот да в рамках полициальной школы делится обучение на очное заочное и курсы еще дополнительные очные заочные бесплатные курсы там чисто символические там чисто символически возвращается в конце так называемые кауция при том условии что вы будете посещать больше 50 процентов занятий и успешно сдадите экзамены вот соответственно ну как обычно все требуемые ссылочки я вам оставлю в описании смотрите видео ну вот мы сегодня доехали подавать документы это полициальная школа бесплатная школа для взрослых надпись вот и сейчас пойдем подадим наконец-то эти документы так вот заходим под эти таблички рекрутация о а ты уже тут зайди так вот до контакта сменись с собой hasло в свои доволны и там, если будут зайти вон-line, то будут все очевидные информации на тему плану занять, материалы, которые научители будут на то, что мы будем вставить, Здесь можно себя сконтактовать ближе и не договориться. Ну что, расскажи что-нибудь о сложностях подачи документов. Ну, сложностей никаких нет. Вообще все элементарно. Особенно, если немножко знаешь язык. Удивительно то, что не потребовалось никакого документа по смене фамилии, потому что документы образования, идея, паспорт, естественно, уже после брака, фамилия. Ничего не спросили. Я достаточно громко сказала. Да, вот так, ребятульки, теперь мы записаны в план. Все, регистрируемся на сайте и, соответственно, ждем начала занятий. Так, ну что, посмотрели фильмик. И, как обещал, самое вкусное это то, что не требуется экзаменов по польскому языку при подаче на карту всталовую побыту или резидентство долгосрочного Европейского Союза. Вот. Что там еще? Еще не нужно переводить документы с русского на польский и заверять с полу присяжного переводчика или у нотариуса. И не нужны опастили. Может, это, конечно, касается только косинуса? Ну, не знаю. Ну, да, мы подали документы так. Да. Зашел русскоговорящий сотрудник полицальной школы и паня у него осведомилась, подойдут ли эти документы или нет. Он говорит, да, подойдут. Мы сдали в том виде, в котором они есть. Ну, в общем, не забывайте про комментарии, группу в Телеграм. Пишите. Все расскажем. Все покажем. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok